Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о бесплатных проститутках священника Дмитрия Смирнова! Точнее проанализируем мысль этого батюшки о том, что женщины, живущие в гражданском браке, являются бесплатными проститутками. Гражданский брак имеется в виду, это незарегистрированные отношения. Иными словами, это называется сожительство. И, Лен, давай, читай, что там отец Дмитрий сморозил. У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Мне охота сказать, что я бесплатная проститутка. Поэтому говорят, у меня гражданский брак. Здрасте, да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги и все. А так тебя никто за жену не считает, сказал глава Патриаршей комиссии по делам семьи протеерей Дмитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «Ортодокс Бро». А, бесплатная проститутка, это вообще что такое? Проститутка, по определению, это женщина, которая оказывает сексуальные услуги за деньги. Ну да. Так что бесплатная проститутка, это то же самое, что круглый квадрат. Или гладкоствольная винтовка из современного патриотического фильма «Нулевая мировая 2017» про войну за Крым наш. К тому же союзники были почти поголовно вооружены скорострельными нарезными винтовками, штуцерами. И дальше, слушай. Русские солдаты в основном располагали гладкоствольными винтовками с меньшей точностью дальнейшего стрельбы. Гладкоствольная винтовка, Карл. Она от слова «винт». Она или гладкоствольная, тогда это ружьё, или винтовка. Но гладкоствольные винтовки, это примерно как квадратный круг. Точно мальчики писали? Да, я посмотрел. Какие свиньи интересные. Мы тоже таких хотим. Да, вынос мозга капитальный. За резкие высказывания отца Дмитрия Смирнова сравнивают с политиком Владимиром Жириновским. Только у Жириновского больше грубостей, а у отца Дмитрия Смирнова больше глупостей. То, что ты назвал глупости, называется субъективный идеализм. Кстати, да. Дмитрий Смирнов не признаёт и не хочет признавать существующую, независимо от его воли и желания, сознание, реальность. Ну, я думаю, что он начитался умных книг, применил к ним свой могучий разум и создал реальность, где есть. И бесплатные проститутки. И только что оплодотворённая яйцеклетка уже и мыслит, и чувствует боль без всякой нервной системы. И спасённый от аборта ребёнок становится гением без всякого воспитания и образования. И все эти скандальные умозаключения священник Дмитрий Смирнов вытаскивает из своей выдуманной реальности, из своего субъективного идеального мира. Там всё это часть его реальности. Но в нашем материальном мире всё это является глупостью. Потому что наш мир функционирует по-другому. Вот, батюшка утверждает, у нас женщины сами не понимают, что такое брак. Ну, это как минимум странно. Потому что и на свадьбах бывают, и семейные отношения подруг видят. И даже в мыльных операх тема семейной жизни главная. Любовь, скандалы, разводы. Ну, поэтому мыльные оперы и смотрят, потому что там семейная жизнь и то, что вокруг нас, то и на экране. По-моему, это не женщины не понимают, что такое брак. А глава Патриаршей комиссии по делам семьи не понимает, что такое семья. Семья – это коллектив родственников, ведущих общее хозяйство. В более широком смысле это определение может применяться и в зоологии, к животным, у которых имеется социальное поведение. Социальное поведение – это взаимодействие между особями одного вида в пределах одной популяции, одного вида. Другими словами, семья – это способ жизни. И семью в том или ином виде создают как люди, так и животные, чтобы жить было легче. И в идеальном мире, Дмитрия Смирнова, семья – это всякие кресты и самопожертвования. Признаком наличия семьи является не регистрация брака или религиозный обряд, а характерное социальное поведение. У животных регистрации брака нет, религиозных обрядов нет, а социальное поведение есть. И в этом социальном поведении можно даже увидеть кое-что, что у людей есть. Это и ухаживание, это и создание пары, это и рождение потомства, и драки за внимание противоположного пола. И у животных даже есть аборт по социальным причинам. Кстати, да. Поясни про аборт. А то духовные чадо батюшки Дмитрия Смирнова не верят, что у животных есть аборт. Да пожалуйста, сколько угодно примеров. Ну, например, когда птицам каких-то веществ в пище не хватает, они начинают расклёвывать и пожирать свои яйца. Это с курами в деревнях такое довольно часто встречается. Кстати, да. Дальше. Ну, копытные, когда долго бегут и при этом им есть нечего, у них случается просто выкидыш. А у кроликов так вообще хорошо. Они, когда им тоже голодно и жажда, то у них эмбрионы рассасываются прямо в матке. Как интересно-то. Семья – это способ жизни. Брачный союз или супружество – это регулируемый обществом союз между людьми, порождающий их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям. И если люди не хотят заключать брачный союз, то это значит, что для жизни от этого союза больше вреда, чем польза. Ну, или польза будет для одной стороны за счет вреда для другой стороны. Если, используя супружеские отношения, жена будет грабить мужа, то мужчине как-то, как ни странно, очень не захочется вступать в официальный брак на таких условиях. Вот если бы, допустим, за проживание в браке платили бы какой-нибудь там брачный капитал, или бы давали бесплатно жилплощадь, тогда я просто уверен, что было бы очень-очень много сразу крепких браков. Ну, да, почему бы им не быть? Потому что это было бы выгодно и мужчине, и женщине. Ну, да, все хотят спать в тепле, это точно. Да. А так невыгодно бывает и не мужчине, и не женщине. Или выгодно только женщине. Угу. До революции законный брак давал социальный статус. Ну, тогда же был феодализм, а при феодализме немножко другие понятия. При феодализме социальный статус важен, а при капитализме социальный статус никому не нужен, потому что для капитализма главное, чтобы человек работал хорошо. Вот, например, согласно Карлу Марксу, зарплата это средство для восстановления трудоспособности рабочим. Поэтому если рабочий еще каких-то иждивенцев содержит, он будет плохо отдыхать. Раз он будет плохо отдыхать, то значит он будет плохо работать. И поэтому гражданский брак в таком виде, в каком он сейчас есть, он для капиталистических отношений очень выгоден. И этот так называемый гражданский брак при капитализме очень удобен, так как не обременяет. Не дает возможность обогатиться за счет другого человека. Легко может быть прекращен по желанию любой из сторон. И в то же время дает самое необходимое, это совместный быт и сексуальное партнерство. Гражданский брак это удобный способ семейной жизни в настоящее время. Что было раньше, уже неудобно. Что будет потом, мы не знаем. И если церковь хочет помогать людям, а не гадить им и усложнять их и так без того трудную жизнь, то церковь должна придумать какой-нибудь способ, как гражданский брак венчать каким-нибудь особым чином. Как вот, например, придумали самоубийц отпевать каноном мученику Уару. Понятно, что это как-то не отпевание полноценное, но такое, чем есть. Поэтому что-то подобное должно быть придумано. И для гражданского брака. Потому что не всегда люди могут вступить в законный брак чисто юридически. Потому что у одной из сторон недоразведенный брак. Вместе не живут. Связаны каким-то общим имуществом. Разводиться это очень невыгодно и очень дорого. И очень долго. Поэтому люди, и одна сторона, и вторая сторона, она живет в гражданском браке. То есть сожительствует. И церковь таких людей от себя отгоняет. Зачем только? И обзывает. Всякими непристойностями. В данной ситуации Дмитрий Смирнов, это же не просто какой-то батюшка-отец Пегиди из деревни Гадюкина. А это все-таки должностное лицо. Тут еще было сказано про социальные статусы. Что мужчина в незарегистрированном браке считает себя холостым. А женщина считает себя замужней. А что значит считает? Если человек что-то говорит, то значит есть какая-то цель это сказать. Например, если мужчина флиртует, и он говорит, что он холостой, он еще говорит, что он щедрый, добрый, умный, что он там будет ни пить, ни курить, цветы всегда дарить. Он хочет произвести на женщину какое-то впечатление, чтобы ее соблазнить. Вот он поэтому и говорит, что он холостой. И на то, что он говорит, может купиться глупая женщина. Умная прекрасно понимает, что он просто так брехает. Ха, это точно. А ей нафиг не нужен законный брак с этим козлом. И она говорит, я в гражданском браке. Ну да, всего две недели. Главное, что отвали противный. Ну а, кстати, да, гражданский брак его уже не проверить. Ну да, вот познакомилась в клубе и сейчас вместе живут. Поэтому пикаперу вполне вероятно, что здесь не светит уже. Может даже морду могут набить. Он идет к другой женщине и говорит то же самое. И получает такой же ответ. И поэтому чисто арифметически получается, что вот один мужик сказал, что он холостой. Подошел он к десяти женщинам. Все его послали словами. Я замужем. Точнее, я в гражданском браке. Вот и все. Чисто арифметически статистика выявляется. Ну, потому что у женщин работает тоже инстинкт самосохранения. Поэтому они часто способом прикрытия используют и гражданский брак, а не только официальный. И не надо считать живущих в гражданском браке женщин дурами. Они прекрасно понимают, что другого рядом нет. А возможность в любой момент собрать вещи и уйти, это единственный способ не дать своему сожителю окончательно распуститься. Ага. Кстати, да. И сама еще себя тоже держит в форме. Не позволяет тоже обнаглеть, за собой перестать следить. Потому что он тоже может от нее в любой момент сбежать, если она будет некрасивой, ворчливой, фригидной. Какой там еще бывают женщины. Ну, какой еще? Ленивый или там, не знаю, гулящий какой-нибудь. А мы благодарим батюшку Дмитрия за интересный контент, который можно обсудить. И призываем наших зрителей на него не обижаться, ибо каждый привлекает внимание к себе так, как умеет. А батюшка все-таки хороший. Да, мы вот пишем видео, стараемся записывать что-то интересное, познавательное. А батюшка Дмитрий Смирнов говорит что-то агрессивное, оскорбительное. И это привлекает еще больше людей. Потому что тема скандала, она самая популярная по статистике. Так что осуждать не надо, лучше использовать чужой контент для создания на его основе своего контента. И кстати, потому что это хотя бы просто элементарно удобно. Спасибо за внимание всем. На этом мы прощаемся с вами. С вами были семьеведы-любители Лена Магадан. И Колен Платков. До встречи в следующих видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте айпосты. Если ставите нам дизлайк, хотя бы напишите в комментарии. За что дизлайк-то? До свидания. Спасибо за внимание.